Факты. Явления. Технологии. События. Всё это можно объяснить за 900 секунд. Не верите? Сейчас мы попробуем вам это доказать. Денис Фуфаев. Доцент механика математического факультета МГУ имени Ломоносова. Автор более 20 научных работ. В чём суть гипотезы Пуанкаре? Суть в том, что Пуанкаре задавался вопросом, является ли односвязность, то есть свойство стягиваемости любой петли, тем свойством, которое характеризует трёхмерную сферу среди всех трёхмерных поверхностей. Сфера занимает особо любимое место среди всех поверхностей у математиков, поэтому хотелось иметь какое-то свойство, которое её эффективно будет характеризовать. После чего сформулировал утверждение, которое мы теперь знаем как гипотезу Пуанкаре. Ну или даже теперь теорема Пуанкаре. Или теорема Пуанкаре Перельмана. Или даже теорема Пуанкаре Тёрстна Гамильтона Перельмана. Гипотеза Пуанкаре относится к топологии. Что это за раздел математики? Самой большой общности – это довольно сложный и абстрактный раздел математики. Для гипотезы Пуанкаре достаточно думать, что топология изучает геометрические объекты с точностью до некоторой непрерывной деформации. То есть вы можете считать, что ваш объект сделан из резины, вы можете как-то изменять его форму, растягивать или сжимать, но при этом не допускать нигде никаких разрывов. В некотором смысле топология – это наука о непрерывности. На этих примерах можно проще всего почувствовать топологическую разницу. Если вы возьмете шар и начнете его как-то деформировать, сжимать в трубочку или, наоборот, выдавливать из него какой-то стакан, то вы не измените его топологически. Но бублик из него вы получить никогда не сможете. Это, например, видно, потому что у бублика есть дырка насквозь, от которой непрерывной деформации никак не избавится. Но зато из бублика уже можно будет вылепить кружку, у которой есть ручка. Именно с этим, кстати, связан и известный топологический анекдот, что тополог роняет свою кружку на пол, и если у нее откалывается ручка, то топологически она изменилась, но пить из нее по-прежнему можно. А вот если при этом у нее вылетает дно, то топологически она в итоге остается прежней, но пить из нее уже нельзя. Что нужно знать из топологии, чтобы понять гипотезу Пуанкаре? Самое сложное в гипотезе Пуанкаре, на самом деле, это понять, с какими объектами мы имеем дело и что мы с ними хотим делать. Речь идет о многомерных поверхностях, в частности о поверхностях размерности 3. Причем поверхности должны быть компактными, это в определенном смысле означает ограниченность, и не иметь границы. Размерность поверхности означает в некотором смысле количество степеней свободы у объекта. Например, в случае размерности 1 поверхность это всего лишь кривая, а любую кривую, между прочим, такую, которую мы рассматриваем, можно непрерывно продеформировать в окружность, поэтому в размерности 1 все тривиально. Общий подход к определению поверхности состоит в том, что если вы локально находитесь в какой-то точке на поверхности, то пространство вокруг себя, некоторый кусочек поверхности, вы видите как просто кусок пространства, соответствующий размерности. То есть если вы находитесь на двумерной поверхности, то то, что вы видите вокруг себя, это какой-то кусочек плоскости. Отсюда и появляются мысли, что Земля плоская. Но если вы глобально теперь посмотрите, вы увидите, что эти все маленькие плоские кусочки, они глобально склеиваются в сферу, то есть поверхность шара. В принципе, эти все кусочки, они могли склеиваться и в тор, то есть поверхность бублика, и в какую-то более сложную поверхность. Только глобально можно увидеть, во что эти маленькие плоские кусочки будут склеиваться. Локально можно увидеть только размерность объекта. То же самое происходит и в размерности 3. Вы берете куски вашего трехмерного пространства, которое нас окружает, и каким-то образом их между собой склеиваете в трехмерную поверхность. Причем, как правило, они склеиваются таким закрученным образом, что представить их себе в трехмерном нашем окружающем пространстве нельзя. Приходится то, что называется уходить в пространство большей размерности. Точно так же конструируются и поверхности более большой размерности. Нужно только научиться себе как-то представлять пространство размерности больше, чем 3. Математикам обычно для этого помогают системы координат. То есть в случае прямой у нас есть всего одна координата. На плоскости у нас есть две координаты. В трехмерном пространстве, в нашем окружающем нас, есть три координаты. Четверхмерное пространство, это, соответственно, состоит из тех точек, координаты которой задаются четырьмя числами. Проще всего себе представить, как выглядит многомерная сфера. Привычная нам двумерная сфера, то есть поверхность шара трехмерного, каким образом она получается? Мы берем трехмерное пространство, и там рассматриваем множество точек, равноудаленных от начала координат. Для простыте теперь мы можем спуститься на размерность меньше и увидеть, что на плоскости в двумерном пространстве множество точек, равноудаленных от начала координат, это окружность. То есть фактически получается, одномерная сфера, это окружность. У одномерной сферы есть отдельное название. Теперь этот метод работает для любой размерности. Чтобы получить сферу какой-то размерности, вы должны переместиться в пространство размерности больше на 1 и там рассмотреть множество точек, равноудаленных от начала координат. Так, трехмерная сфера — это множество точек, равноудаленных от начала координат в четырехмерном пространстве. Непрерывные деформации, которые мы хотим применять к нашему объекту, мы уже говорили, что это некоторые преобразования, которые не допускают разрыв. Причем обычно мы хотим рассматривать те преобразования, которые знают лишь конечное и начальное состояние нашего объекта. Но иногда в гипотезе Пуанкаре, в частности, фигурируют такие преобразования, которые нам должны показывать постепенно, как происходит эта деформация. То есть мы в динамике можем проследить, как происходит деформация, зная при этом все промежуточные их состояния. В частности, когда мы говорим про стягиваемость петли, нас интересует именно такое динамическое состояние деформации. Что означает теорема Пуанкаре-Перельмана? Гипотеза Пуанкаре говорит, что всякая компактная, без края трехмерная поверхность, которая при этом является односвязной, может быть непрерывно продеформирована в сферу трехмерную. Что означает односвязность? Односвязность это означает, что любая петля, целиком лежащая на поверхности, может быть непрерывно стянута в точку. Это можно себе представить, как если мы располагаем каким-то образом внутри нашей поверхности резиновую такую петлю, и как резинку ее катаем и стягиваем в точку. Это можно себе представить, например, даже на пространстве двумерном, на двумерной сфере. На двумерной сфере любая петля, можно ее скатать и стянуть в точку. Это легко увидеть, впрочем, на самом деле не так уж легко доказать. А вот если мы возьмем тор, поверхность бублика, там это уже не будет верным. Потому что мы можем взять петлю, которая обходит вокруг дырки. И таким образом она формирует некоторое зацепление, которое никаким стягиванием уже ликвидировать нельзя. Там не любая петля является стягиваемой. Чего не хватило Пуанкаре, чтобы самому прийти к доказательству той гипотезы, которую он сформулировал? На самом деле, если перенестись в прошлое и показать Пуанкаре уже известные нам доказательства, он бы, скорее всего, его почти полностью понял. Потому что практически все методы, которые используются, они были известны уже в то время. Между прочим, сам Пуанкаре некоторые из этих методов и придумал. Но доказательство оказалось настолько сложным, что потребовалось огромное количество попыток ее доказать. Не сразу был найден путь решения верно этого доказательства. Конечно, на самом деле, возможно, существует какое-то очень краткое доказательство гипотезы Пуанкаре в несколько строк. Но, по крайней мере, на данный момент до сих пор ни у кого не хватило остроумности для этого. В чем, с математической точки зрения, состоит сложность в доказательстве гипотезы Пуанкаре? Одна из сложностей состоит в довольно нетривиальном подходе к решению этой задачи. Эта задача сформулирована в чисто топологических терминах. Но чисто топологическими методами ее решить так и не удалось, хотя очень многие пытались. Постепенно для решения задач подобного типа начали использовать методы дифференциальной геометрии, родственной науки, которая комбинирует методы геометрические и методы теории дифференциального исчисления. Но даже этого оказалось мало, пришлось применять аппарат теории дифференциальных уравнений в частных производных. Причем те идеи этой теории, которые пришли из решения задач математической физики. В общем, чтобы полностью понять это доказательство, нужно разбираться не только в топологии, но и в некоторых других областях математики. Поэтому и потребовалась работа довольно большого числа математиков, чтобы, наконец, проложить этот путь до конца. Гипотеза геометризации Терстена описывает, как получить любой трехмерный объект. В некотором смысле она дает их классификацию. Она говорит о том, что у нас есть 8 стандартных трехмерных поверхностей, из которых, как из кирпичиков, по определенной процедуре можно собрать любую трехмерную поверхность. Одной из этих поверхностей является и сфера. Так вот, из этой классификации следует, что если трехмерная поверхность односвязана, то есть любая петля стягиваемая, то она обязана быть трехмерной сферой. Таким образом, доказав гипотезу геометризации Терстена, Григорий Перельман, как следствие, доказал и гипотезу Пуанкаре. Говоря математически, поток Ричи – это система дифференциальных уравнений на поверхности, которые включают в себя геометрические параметры этой поверхности. Проще говоря, поток Ричи задает некоторые правила, по которым в динамике поверхность деформируется. То есть есть у вас какая-то поверхность, и поток Ричи ей говорит «деформируйся». После этого мы видим, что она постепенно каким-то образом меняется. Каким образом нам это может помочь? Для простоты, если на минутку спустимся к размерности 2, то что мы там увидим? Если у нас там есть двумерная односвязанная поверхность, то поток Ричи неизбежно ее продеформирует в двумерную сферу. То же самое нам бы хотелось и в трехмерной ситуации, что вот поток Ричи просто продеформирует поверхность в трехмерной сфере. Там возникают некоторые сложности, сингулярности потоков Ричи или особенностей. А их можно представить себе примерно следующим образом. Представьте себе, что у вашей поверхности есть какая-то трубочка, ну как гриф у гантелей или у штанги. А теперь поток Ричи может начать сужать эту трубочку, и в какой-то момент она сплющится в точку. И в этот самый момент деформация перестанет быть непрерывным, и топологическое наше счастье разрушится. Вот именно такие особенности, сингулярности, могут появляться у потоков Ричи в пространстве размерности 3. Именно они составляют основное сложное доказательство гипотезы Терстена. Какой вклад в доказательства теоремы внес Ричард Гамильтон? Ричард Гамильтон – это был математик, который придумал потоки Ричи, и он же предложил их использовать для доказательства ряда геометрических теорем. Потоками Ричи они называются, потому что эта система уравнений включает в себя важную характеристику поверхности, кривизна Ричи, которая была известна задолго до Гамильтона. Именно он предложил план доказательства теоремы геометризации Терстена с помощью потоков Ричи, но он так и не сумел избавиться от проблем, связанных с сингулярностями. Именно по работам Гамильтона Григорий Перельман познакомился вот с этой проблематикой с потоками Ричи и с планом доказательства теоремы геометризации Терстена. По словам Перельмана, он написал Гамильтону с предложением поработать вместе над этой работой, так как у него появились идеи, как его можно завершить. Но Гамильтон ему ничего не ответил, и Перельман решил начать эту работу в одиночку. Впоследствии, одной из причин, по которым Перельман отказался от своих наград, он называл несогласие награждать его одного. Он говорил, что вклад Гамильтона в решение задачи геометризации Терстена был не меньше, чем его самого. А что именно сделал Григорий Перельман? Что он понял и доказал? Перельман смог решить все проблемы, связанные с сингулярностями потоков Ричи. Решение выглядит так. Вот перед тем моментом, когда трубка должна была бы схлопнуться в точку, он разрезает ее, так сказать, пополам, и образовавшиеся дырки заклеивает с двух сторон заплатками, чем-то вроде заплаток. Этот процесс в математике так и называется – хирургия. После чего на такой обрезанной поверхности поток Ричи запускается вновь, и в этом конкретном месте сингулярности уже нет. Этот процесс так и называется – поток Ричи с хирургией. Григорий Перельман смог доказать корректность существования потока Ричи с хирургией. То есть, во-первых, он показал, что вот этот процесс вырезания хирургии, он действительно корректно определен. И, во-вторых, он показал, что за конечное время и за конечное число вот этих вырезаний все сингулярности будут вырезаны, и на образовавшейся поверхности трехмерной поток Ричи уже дает тот результат, который был запланирован Гамильтоном. Почему понадобилось так много времени, три года, чтобы проверить доказательства Перельмана? То есть формальные причины и объективные. Объективность заключается в том, что Григорий Перельман опубликовал три работы общим объемом около 70 страниц, и эти доказательства, которые он опубликовал, были ужасно краткими, в них было очень мало подробностей. Сразу три независимые группы математиков начали проверять его доказательства и оформлять более подробные решения с подробными выкладками всех используемых им фактов. И в итоге 70 страниц растянулись до нескольких сотен. Вот поэтому это оформление заняло довольно много времени. Формальная причина состоит в том, что по правилам Института Клея, которое награждает за решение задачи Тысячелетия, доказательство должно быть в открытом доступе опубликовано в течение двух лет, чтобы любой желающий мог в течение двух лет проверить правильность этого доказательства. Почему нашлись люди, которые ставили под сомнение вклад Перельмана? Дело в том, что Перельман опубликовал свои работы не совсем по устоявшимся в научном сообществе обычаем и правилам. Есть на данный момент два типа публикаций, которые может сделать ученый. Первая — это классическая публикация в рецензируемом научном журнале, то есть публикация предварительно проходит рецензию, то есть проверку специалистами, одним или несколькими. В этом и весь смысл. А второе — это публикация припринта в открытом доступе, которая не проходит никакой рецензии, но она позволяет научному сообществу быстрее делиться друг с другом своими результатами и в случае возникновения спорных вопросов доказывать первенство в решении той или иной проблемы. Собственно, именно первый тип публикации в научном журнале он считается результатом деятельности формального ученого. Так вот, Перельман опубликовал только лишь свои три припринта, а никакой статьи в рецензируемый научный журнал не посылал. Таким образом, по всем формальностям у него нет ни одной публикации, в которой у него было бы написано доказательство гипотезы Пуанкаре. Каким представляется наш мир по гипотезе Пуанкаре? Если мы представим себе, что наша Вселенная имеет форму трехмерной сферы, которая фигурирует в гипотезе Пуанкаре, то у нее была бы следующая особенность. Если мы путешествуем в каком-то направлении по этой Вселенной, то не может быть такого, что мы никогда никуда не придем. В определенном смысле Вселенная была бы конечной, и двигаясь каким угодно образом, рано или поздно мы бы должны были подойти к той точке, в которой когда-то раньше были. В частности, если космический корабль полетит в каком-то определенном направлении, то рано или поздно, возможно, через миллионы лет, он вылетит к нам, прилетит с обратной стороны, двигаясь в том же самом направлении. Доказательство гипотезы Пуанкаре – малая часть того, что сделал Перельман. Его работы открывают нечто большее. Что это? Тут можно было бы сказать, что Перельман всего лишь доказал гипотезу геометризации терстности, с которой гипотеза Пуанкаре вытекает как следствие. Но даже здесь можно найти кое-какие интересные, более высокие вещи. Несколько неожиданным для математического сообщества оказалось то, как интенсивно Перельман использовал терминологию методы из теоретической физики. В частности, один из инструментов, который он использовал, это была формула энтропии для потоков Ричи. Успех Перельмана таким образом еще больше мотивирует в исследовании геометрии поверхностей использовать методы и идеи, пришедшие из физики. Наше время почти истекло. Что еще нужно успеть сказать? На самом деле, хоть доказательство гипотезы Пуанкаре – это и весьма значимое событие, это далеко не первый и далеко не последний настолько выдающийся результат. Лишь по стечению ряда обстоятельств, не всегда объективных, эта теорема стала одним из самых обсуждаемых математических фактов в мире и обросла кучей городских легенд, не все из которых имеют под собой какое-то основание. Есть что добавить? Пиши в комментариях!